Всем привет! Начинаем новое видео. Я только что приехала с процедуры для волос, зашла в пятёрочку. Сейчас будем разбирать продукты, готовить. На волосы я делала кератин. Чуть-чуть не забыла рассказать, вообще, где я была. Последний раз такую процедуру я проводила в году так, в 12-14. Тогда составы были не очень. И когда выпаривали состав с волос, я помню, у меня слёзы градом текли. Сегодня всё прошло хорошо. Вот такие волосы полу... Не знаю, кто-то называется сульками, кто-то ещё. Ну, я просто вижу прямые аккуратные волосы, которые теперь у меня в ближайшие месяцы не будут требовать внимания. То есть я и фен-щётку дальний угол уберу, и фен, и, в общем-то, всё будет аккуратненько вот так смотреться. Если я найду фото до-после, точнее попрошу у мастера, то я, может быть, сюда вставлю, как было, и как вот, ну, как стало, уже и так понятно, видно. Раньше я делала ботокс в декабре, по-моему, или нет, в декабре уже не помню, в общем-то несколько месяцев его хватило. Потом делала холодный ботокс, он как-то, ну, волосы пропитал, увлажнил, но особого эффекта надолго там, по идее, не должно быть. И вот кератин, мне кажется, это выгодно, не знаю, как на волосы влияет, говорят, просто смывается, и всё потом, всё так же, они такие же, какие и были, но держится дольше, чем в ботоксах. Я уже так долго про это рассказываю, давайте разбирать пакетики, которые я купила, пакетики, один пакетик из пятёрочки. Так, со светом сейчас будет беда, да, потому что я включаю иногда кольцевую лампу, чтобы всё хорошо снять, но сейчас, конечно, я этого заранее, как бы, не сделала. Оно и понятно, почему. Так, для пирога я купила филе бедра, петелинка, одну пачечку взяла про запасы, этот пирог я уже делала в прошлом видео, или позапрошлом, могу оставить ссылку, но сегодня, так, быстро повторю, трава, травинушка для салатиков, кефир, это просто, как бы, попить кефирчика мне захотелось. Для пирога у меня есть просроченный, так скажем, кефир, это картошка тоже для пирога, мне почему-то прям, может быть, чисто внешне, конечно, нравится, но не знаю, есть ощущение, что этот картофель неплохой, особенно с пирог, который делаешь не так часто, хотя на этой неделе я зачистила. Все-таки продукты получше я стараюсь выбирать, потратила я на это все дело 1139 рублей 65 копеек. Попыталась посмотреть через экран, не получилось. В общем, сейчас буду готовить, собственно, из этого всего дела пирожочек. Приступаю к приготовлению теста для пирога, хотя я совсем недавно показывала этот рецепт, но хорошее, наверное, можно повторить и дважды. Перетираю вот до такого песочка сливочное масло и муку. У меня не было достаточного количества обычной муки, поэтому часть я использовала цельнозерновую. Перемешиваю кефир, соду, соль, яйцо, вливаю все это в нашу песочную массу, перемешиваю и убираю на где-то полчаса, пока готовится начинка, может меньше, в пакет тесто немножко изменит свою структуру и будет еще приятнее. Использую я где-то примерно 4-5 картофелин, 1 луковицу и грамм 400-500 куриного филе бедра. Это у меня такая стандартная начинка. Солю, перчу и кладу туда сливочное масло. Если вы вдруг уже воспользовались этим рецептом и он вам понравился или не понравился, пожалуйста, напишите комментарий, мне будет очень интересно. Тесто делю на две части, та, что побольше основания, та, что поменьше, это будет крышечка нашего пирога. Выкладываю начинку, выкладываю туда сливочное масло, слепляю края, промазываю все это дело желтком, делаю дырочки для выхода пара и отправляю в духовку минут на 50 при 180 градусах. Конечно, нужно ориентироваться на свою духовку, на размер пирога, кому-то может быть и 45 минут хватит. И вот такой получается румяный красавец. Кстати, половина цельнозерновой муки вообще его никак не испортила. Нужно будет попробовать сделать тесто только на цельнозерновой муке и, может быть, какую-то начиночку более лайтовую придумать, тоже будет вкусно. У нас сегодня день Икс, мы идем на концерт в Крокус Сити Холл на группу Любе. И немножечко, наверное, немножечко беру вас с собой, покажу Крокус и часть концерта возможна. Поехали! Все в коричневых, в таких белых, кофейных тонах. Так, идем на свои места. У нас был этаж. Пятый ряд. 47-46 это наши места. Да. В принципе, все должно быть хорошо видно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По бою идёт Ты, Агрегат, Дуся, ты, Дуся, Агрегат Ты, Агрегат, Дуся, нас сто киловат Спасибо. Ну и есть у нас песня, которая называется «Долго», когда состоялась премьера Вот распадётся, а ты посмотри Ночь на горящие огна, огна, огна Хочется долго с тобой говорить И целовать тебя долго Хочется долго с тобой говорить И целовать тебя долго, долго А в 65 она, ну это как в 18, понимаешь? У нас прошла первая часть концерта Она была с анкторхестром Говорят, такого давно не было Вторая часть будет без аркестра Так, эмоционально Пела Екатерина Гусева с Расторгуевым И Батвиенко на рояле Сыном я был Стану отцом Дедолицом Арика течёт В одну катает камушки Да на печу Нам бабушка Ола души Будут они Русскими Грустными Будут они С гостиникой Очень вкусные Арика течёт Ты новый, папа Арика течёт В кровь моя течёт И дедов И отцов Арика Течёт Арика течёт А вот давай 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 Давай, 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 давай. Главное, что есть ты у меня. А ты как-то ты мне смотрел. Давайте для «Куражу» хор будете вы. Вы начинаете, а мы добьём. Договорились? Хорошо. Тонарь задавит. Барабайчик сейчас пущу. Сань, давай. Давай, раз, два, три. А кто ты, Таня и Север? Да, ты, Таня и Север? Да, ты, Таня и Север? Россия, моя ты, Россия. А кто ты, Таня и Север? 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 Оля! Таня и Север? Таня и Север? Таня и Север? Не спаляет урака Америка. Красавица, голубые у нее глаза, как дочка темная. Мы уже дома, я еще не знаю, узнаю только при монтаже, получилось ли мне показать вам какую-то часть концерта, потому что все песни мы пели, я пела, орала и так снимала, рядом был микрофон, надеюсь, будут какие-то кусочки видео, где я не пою, и мне удастся с вами этим поделиться. Концерт прошел просто крышесносно, молниеносно, энергично, в 8.15 он начался, в 11 закончился, вроде бы это снимали для ТВ, потому что повсюду были камеры, не знаю, хотя бы раз в год, раз в полгода надо ходить на такие, мне кажется, разрядки, если есть возможность, это прямо очень круто. Спасибо, что вы меня смотрите, надеюсь, если видео вам понравилось, то не забудете поставить лайк, поддержать меня, поддержать канал, и совсем скоро у меня уже предстоит поездка в Рязань, давно я оттуда влоги не снимала, надеюсь, в этот раз получится, все срастется, и поездка, и влог. На этом буду заканчивать, увидимся уже вот-вот, всем хорошего настроения, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok